Тут такой большой вопрос, но мне кажется, что он очень важен. Уважаемый брат по Христе, отец Андрей, мне очень нравятся ваши проповеди и так далее. Спасибо. Вот следующее волнует. Ваши лестные высказывания о президенте. Вы в ваших проповедях призываете называть вещи с именами. Белое, белое, черное, черное. Неужели вы не видите, что творится в стране? Кучка олигархов, сплотившаяся вокруг Кремля, владеет львиной долей богатств России. Народ, нещая, безработица, сокращение социальных программ, нечестные выборы, лукавая статистика и ложь центральных СМИ. Я думаю, вам честнее было бы промолчать по поводу такого подарка России. Я считаю этот вопрос достойным внимания. Он, мне кажется, важен. Ну, во-первых, я должен сказать, что я не уду, когда я говорю, что считаю права Божия Владимира, сына Владимира Владимировича, человеком на своем месте, в свое время, занимающим своим делом. Я не уду. Это совершенно мое личное внутреннее убеждение. Насколько я правом очень, так сказать, говорить об этом вслух, да, можно здесь, конечно, посомневаться, мое ли это дело говорить об этом вслух. Но, смотрите, то, что вы перечислили, оно ведь не сегодня появилось. Это некие константы нашего бытия исторического. Если вы принимали участие в каком-то маломальско-серьезном производстве, в маломальско-серьезном деле, вы могли воочию наблюдать хамство, начальство, лень подчиненных, теневые схемы, двойную бухгалтерию. Все это есть даже в несчастном ЖЭКе, в котором весь инвентарь принятые поломы. Не говоря уже о серьезных и больших делах. Да, у нас есть куча всяких грязи и проблем. Да, есть. Воровство, жадность, всякое безбожное житие. Да, согласен. Согласен. Я с этим не спорю и не одобряю. Я одобряю некоторые какие характерные черты поведения Верховного Главного командующего и Главы Государства на его месте. Вот, например, мы сейчас сидели за столом и чайком баловались перед тем, кто вам придет. Вот вспомнили о том, что недавно, допустим, Путин повстречался с главой Старообрядческой церкви, митрополитом Корнилием. И ремарка к этому поведению. Впервые за 350 лет глава русского государства, российского государства, повстречался с главой Старообрядцев. Можете себе представить? Ни у одного царя, императора, царицы, королевы, министра, капиталиста, оберпрокурора Священного Синода, первенствующих членов Священного Синода не хватило ни желания, ни времени, ни чего-нибудь еще повстречаться с представителями огромной части нашего народа, которые русские, которые православные, которые в собственной стране являются второсорковыми. у него нашлось до этого времени, ну как можно не хвалить? Ну как можно это не хвалить? Человек работает, человек думает о стране, о народе, и находит возможность делать вещи, которые до него никто не делал. Потом заметьте себе, что сравнивать их можно только с чем-то, если сравнивать Путина, например, с Иисусом Христом, Путин проиграл. Ну даже гадалки никому. Если сравнивать современную Россию, например, там, с Царством Небесным, мы в минусе, причем в жутком. Если сравнивать современную Россию с Ельцинской Россией, я извиняюсь, тут плюс. Надо кем быть, чтобы этого не видеть? Слушайте, порно-журналы продавались открыто, без непрозрачных бумажных упаковок в каждом союз печати. Уже не помните, что ли? Наркотики продавали прямо возле каждой школы, прямо возле каждой школы, через дорогу. И сейчас у меня есть такие места. Но это перешло из разряда закономерности в разряд попьющей несправедливости. Против этого уже можно бороться. Стодолларовая купюра из открытого окна автомобиля давала человеку возможность ехать как хочешь, куда хочешь, за чем хочешь, что не знаете, что ли? Дайте взятку современному милиционеру. Это уже серьезнее. Я тоже за рулем езжу, я знаю. Я не хочу попадать современным полицейским на дорогу. Не хочу. Я не уверен, что с ним договорился. На три года без прав и 300 тысяч штрафов. 30 тысяч штрафов. Извините, это неприятное занятие. Разве вы не замечаете, что... Вы же не вчера родились. Вы же понимаете, что надо сравнить что-то с чем-то. Если вы сравниваете сегодняшнее с вчерашнее, где ваши глаза? Как вы можете не замечать разницу? Вы хотите, чтобы все было хорошо, а вы с собой попробовали побороться? Кто из вас, кто-нибудь с собой, кто знает сам себя, например, тот человек, который бросает кури. Сила есть, и воля есть, и силы воли нет. Человек может 20 км курить, как и не бросить. Себя одного я сам поменять не могу. Я сам себя поменять не могу. Как ты хочешь, чтобы я поменял, если я буду президентом? Чтобы я поменял 150 миллионов людей и полмиллиона армий и чиновников. Как я их поменял? Расстреливать их, что ли? Вы Сталина зовете на помощь? Откуда-то из темных мест. Иди, ты самый, Сарионыч, иди, помогайте-пога. Что вам, крови хочется, чиновничество? И что вам хочется? Я в корне не согласен с этой постановкой вопроса, а я считаю, что сравнивать уже что-то с чем-то. Давайте берем параметры экономические России до революции и параметры экономические России после революции. Давайте признаем для советской власти большие прорывы в медицине, образовании, в машиностроении, там, в освоении космоса. Давайте признаем то хорошее, что было в советской власти. Давайте признаем те кошмары, которые были при советской власти. Давайте посмотрим, к чему мы пришли, и где мы уже были, откуда мы вырулили. Давайте не вариться на одного человека. Если кому-то из нас Бог благословит, например, заниматься мало-мальски серьезным делом, мало-мальски серьезным, например, стройкой, например, работы небольшого объекта, небольшого объекта, незаводского цеха даже, какой-нибудь там, какой-нибудь, скажем там, летний кухня в детском саде, вы тут же узнаете, что такое воровство материалов, лень подрядчиков, обман по срокам и так далее. Вы что, не знали, что это всего? Это что, это высшая математика, что ли? Затыки, узелки завязанные, не развязывающиеся, есть в любом деле, мало-мальски серьезным. Тут страна целая, огромная страна, непонятно куда шедшая еще вчера. Вы как хотите, чтобы он ее раем сделал в один день? Это очень незрелый вопрос, поэтому я остаюсь при своем мнении. Я считаю, что Господь как он от дарилища, от овец выбрал себе Давида, ничем не зрачного, ничем не примечательного. Мужа по сердцу нашел. Так Господь ищет себе мужей по сердцу и до сегодняшнего дня. А какой закон нужно придумать, чтобы не крали? Какой закон нужно придумать и написать, чтобы не воровал человек? Чтобы канцелярист не воровал бумагу, например, там с работы, и всякие канцелярские кнопки. Ну же воруют же все, что под рукой лежит. Чтобы там год не воровал, эй, да этот не воровал. Какой еще закон нужно придумать? А почему люди воруют, между прочим? А у них в этом смысл жизни. Если у человека Бога нет, и Богу человеку служит, он же должен кому-то служить. Он служит своим кишкам, своему карману, и тянет на карманы на кишку. Это его священная обязанность, а ему больше жить не зачем. Заберите у него прибыль, как бы, на левую, теневую, а он от тоски повесится. Ему больше жить не зачем. Для того, чтобы не красть, нужно, чтобы у тебя было, зачем жить. А как можно научить человека верить в Бога, молиться, каяться, читать хорошие книжки и так далее? Как это можно заставить? Это можно разве заставить? Нет, конечно. Поэтому в Евангелии говорится, что плевелы и пшеница растут на одном и том же поле, это самый жадкий. Господь насеял хорошую пшеницу. Враг ночью насеял плевел. Плевелы быстро растут. Раз и вырастут. Слуги говорят, слушай, ты же хорошую пшеницу сеял. Откуда взялись плевелы? Враг сделал это. Давай мы их вырвем. Не надо. Слышите, что говорит Господь? Не надо вырывать плевелы. Потому что вы случайно можете перепутать. Вместе с плевелами вы вырвете пшеницу. То есть даже ангелы способны ошибиться в вопросе разделения людей на грешников и правильных. Если бы они сегодня, например, вот здесь нас сейчас двери бы закрыли, закрывайте двери, закрывайте. Все. Те, кто сжали, не давай рвать. Одного направо, другого налево. Детого вата, того рай. Ангелы ошибутся. Нас тут даже не трогтые, не трогтые. Но страшного сюда и не трогтые. Я сам разберусь. Вы ошибетесь? Это даже вот здесь вот, где нет ни одного миллионера, где все к Богу молятся. Что здесь? Воронят? Плудниковният? Врехуновният? А куда они испарились? Жились? Это не святые, что ли? Какие же грешники, как все здесь сидят? И я от них такой же. Я такой же, как вы. Я не лучше вас. Мне хватает ума признать, что я беззаконник. Я обычный грешный человек. А что, в министерствах другие люди сидят с другого детства? Или в ведомствах разных там, или что, при денежных потопах сидят ангелы, что ли, такие? Или черки сидят, как демоны? Да не черки, не ангелы. Там люди сидят. Такие же, как мы с вами. Со змеями жили, всегда приятные. На колбасном производстве. В случае колбаски, значит, заныкаешь, в кармашку несешь. Деткам, деткам. Мы все за деток переживаем. Это не мне, это детям. Мы же знаем, как оправдаться. Чего ворю, воруй? Это детям. Ну, уж детям по 45 лет. Ничего, я их убиваю. Они все еще маленькие. Слушайте, давайте не будем баловаться. Ваньку валяй. Это дурочку ломай. Вор на море сел, вором погоняет. Ищем виноватых, понимаешь, наверху. Подарил в кое-каке Господь вместо пьяного Ельцина, вместо этой позорной, этой фигуры, такого хрущева, вместо кровавого садиста, такого, сякого, вместо тропского лейбе Бронштейна, вместо кровавого, подарил Господь нормального правителя. И мы будем стесняться этого. Кого вы хотите? Архангела Михаила. Я, между прочим, вот что скажу. Если бы он был совсем святой, у нас хористов всех капусту. Потому что святые, они имеют право. Был бы у нас, например, президентом Архангел Михаил, он сказал бы, я этими сволочами командовать не буду. Тоже мне еще задачку задали. Господи, что хочешь, только нет. Я еще раз буду с дьяволом воевать, чтобы его сбросить, чтобы туда пониже. Но этим вот всем, я не буду. Неблагодарные, ленивые, наглые, самоуверенные, что-то хотят, сами не знают, что ты хочешь, что ты хочешь, не знаю. Как-то оно вот так, но не так. Что еще нужно? Что еще нужно человеку? Я стоял на том, на этом стою, потому что это никакая не фантазия, не гримас. Я язык не поворачивался хвалить ни одного президента украинской независимой страны, потому что их не за что хвалить. Ни одного. Да и есть, кто-то не особо хотел. Да и других там тоже. Ну, если есть, за что, но почему не похвалили? Отличаются ведь цари от царей, министры от министров, пророки от пророков, патриархи от патриархов. Вот бы этим хорошим, вот этим хорошим. Разве этого нельзя сказать? Что тогда можно сказать? Ничего нельзя сказать? Только спаси Господи. Хорошо, мы приехали. Свободу служить. Так что, длинно получилось, но это еще город. Ну, это уже, в общем, да. Прежде последний бутерброд называется, сейчас началось. Ну, а что вы думаете о прекращении поминовения патриарха Кирилла некоторыми мирянами и даже священниками из-за некоторых его действий или по обвинению в гересе экуминизма? Я думаю, что эти люди имеют ревность и по-разному. Есть такое библейское выражение. Апостол Павел говорит про своих братьев-евреев, говорит, что ревность их есть, но не по-разному. Ревнуют, но не чистую. Что это значит? Это значит, во-первых, что они не знают истории церкви. И имеют иллюзии некоторые о церкви. Они хотят, чтобы церкви было так, как им хочется. А раз такого нету, то я вообще как-то ходить не буду. И все, понимаешь. Пошел, надулся, и больше не молю. История церкви, дорогие братья и сестры, это история жутких катастроф. В истории церкви не было ни одного периода абсолютно спокойного, благоденственного, чистого, мирного, изобилующего благодатью и лишенного всякой грязи. Таких периодов в истории церкви не было. Никогда. Если вы думаете иначе, просто не знаете историю церкви. История церкви не будет кошмар. Как и история человечества. Это кошмар какой-то. Началась история человечества, сознание играет, потом хает Амеля, убил, а в конце будет страшный суть. Плошник, альфа и олега, это начало игры, кошмар в начале, кошмар в конце. Разве это кому-то не ясно? Патриарх делает то, что может. За что вы перестали его упоминать? Золотые такие жуткие греки. За то, что он с папой встретится. Ну и что? А что он такого злого сделал? Если он с Франциском в аэропорту Гаваны поговорил о разных вещах, они нашли общий язык. Вы знаете, что люди дерутся только тогда, когда перестают разговаривать? Есть только психологический закон. Пока людям есть о чем поговорить, они не будут драться с друг с другом. Только когда я говорю тебе, я тебя слышать не хочу, видеть не могу, я тебя ненавижу, ни одного слова от тебя не принимаю, сам с тобой говорить не хочу. Я тебя хочу убить. Вот тогда я сжимаю кулак и бросаюсь на тебя, а ты уже готов тоже броситься на меня и все, погнали. На наши городские. Началось. Пока мы разговариваем, мы драться не будем. И нам нужно разговаривать со всеми. Если у вас сосед в узбек, ну что, с ним разговаривать не нужно, потому что он не фирмальный. Нужно разговаривать? Почему же не нужно? Он же человек? Человек. Что, с ним разговаривать не о чем? Он что, не знает, что такое семья, дети, хлеб, вода, смерть, жизнь? Знаете же, он тоже, он же человек. Да может быть, ты в беду попадешь, все русские отвернутся, а узбек прибежит. Может быть такое? Может быть такое. Такое часто бывает. Почему же ты с ним не разговариваешь? Разговариваешь с узбеком, с таджиком разговариваешь, и с евреем разговариваешь, и с китайцем разговариваешь, если знаешь, как, и он тебя понимает, или он знает твой язык, или ты знаешь его язык. Со всеми нужно разговаривать, а может патриарх не разговаривает? Он встречается с еврейскими лидерами нашей страны. Он что из этого? Иудеем стал? Он встречается с мусульманскими лидерами нашей страны. Он что из этого? Мусульманином стал? Он встречается с католическими или протестантскими религиозными деятелями. Он что из этого? Веру поменял? Откуда глупость такая? Откуда такая глупость? Натяжка такая? Откуда она? От большого ума? Нет. От большого невежества. Кровь горячая, мозгов нет Вот и все Теперь смотрите на Мысленно представлять себе карту России Все затмели глаз Я даю вам установку Представить себе карту России Вы все прекрасно понимаете Геодиатрическое расположение На огромной территории Смотрите На самом дальнем, крайнем В севере и востоке нашей страны Для вас это будет 10 Там, значит, у нас Аляска Там пошли потом Япония Там дальше что-то ниже, там Корея, Китай Это что? Это конкурсионцы Дзен-буддисты, буддисты Там всякий такой-то Мир вот этих религий, да? Потом пошла дальше, там ниже Монголия Ну там Китай, Монголия Китай это второе конкурсионство Что там, часть-то буддизм В Монголии это, значит, это что? Это ламаизм Тоже отчасти буддизм Дальше пошли мы Дальше сюда пошли еще мы Значит, там пошли мусульмане Начались и не заканчиваются Под брюшье России Она зеленого цвета Там пошли, значит, Средняя Азия Кавказ, там, там мусульмане Там потом дальше пошли Молдаване и украинцы Это все православные люди И аж до Калининграда мы Первый, первый Значит, там уже мы встречаемся с католиками Здравствуйте Я там Фенигсберг Что это значит? Это значит, что Россия Единственная в мире страна Таких больше нету Проверьте по карте Которая Границами своими Соприкасается Со всеми Религиозными мирами Религий в мире много И все религии имеют Локализацию Географическую Говорят, ислам локализован Там Аравийский полуостров Кавказ, Индонезия Это локализация ислама Христианство локализовано Скажем, там, Европа, Америка Что-то еще Там, буддизм Там, тот же ломаизм Там, трудаизм У них есть своя локализация Есть диаспора Россия А есть и такая историческая локализация Так вот, нет ни одной страны в мире Которая бы соприкасалась С границами своего государства Со всеми Религиозными мирами С кем граничит Америка? С Канадой на севере С Лексикой на юге Там протестанты, здесь католики Где эти белые Все свои С кем граничит, скажем, будет Польша? В Германии С Украиной Ну, все белые И все христиане Одна Россия Только в мире граничит Со всеми Сразу Одновременно Религиозными мирами А в чем это говорит? Это когда Россия была в размерах Пасховского царства При Иване Грозном Когда она ограничила Только с Волжской Бугарией С Крымским ханством И с Гонзейским Новгородом И будьте счастливы А теперь, когда она стала Такой, вот как она есть Она со всеми граничит О чем это говорит? О том, что русский человек Обязан уметь говорить со всеми А если он не умеет с соседями разговаривать То что ему придется воевать с соседями? Совсем он уже дороже, чем рост Дороже ростника сосед И хорошие соседские отношения Они лучше, чем родственные отношения Я могу 20 лет отдать Своему младшему брату Потому что он далеко живет Но я должен жить с этим каждый день И это очень серьезная цивилизационная задача Вот, например, живет у вас Вот тот самый успех пресловутый Про который я уже сказал Про сосед И у него, например, месяц Рамадан Он простится Во время месяца Рамадана Мусульмане не едят До заката солнца И даже слюну не сглатывают Некоторые Особенно ревность Не пьют, не бьют Не едят, не курят И так далее Вот у тебя сосед Собедает пост Рамадан Ты должен об этом знать Или не должен? Скажешь Да ты дал лампочку У мусульман Пусть себе там делаешь, что хочешь Нет, друг мой Это мой сосед Имею в виду Что ты Не должен Появляться На улице С бутербродом Когда у него пост Раздражать его не должен Или, например, вышел Во дворик свой И жарит шашлык А у него Рамадан А пусть себе там С длиной подавится Кусульмане Да? Это правильное поведение? Это свинское поведение? Говорит Слушай, мать У нас кусульмане за стеной У них пост Строгий пост Пусть постятся Не будем их раздражать Пойдем на кухню Там что-нибудь поедим Чтобы они не видели Ну, правильно? Правильно Потом у тебя будет Пасха Он придет Тебе, какой-то ягненка Тебе принесет Скажет Слушай, у тебя праздник Возьми И вы должны будете С ним жить нормально Чтобы твои дети Гуляли с его детьми И никто никого не бил Во имя своего Бога Чтобы никто С криком Аллаха-квар Не бил По голове камнем Твою дочку маленькую И чтобы твои старший сын Значит Не вынимал Штагельную Из забора И, он говорит Присос воскресе Значит, не ломал Его Об это самое Об позвоночник К тому соседу Понимаете? Да, нужно жить с ними А чтобы жить Нужно знать А чтобы знать Нужно общаться Поэтому нужно быть Совсем деревянным По поясу Чтобы не понимать Такие простые вещи Там нужно всех понимать Всех знать Со всеми говорить Это вовсе не значит Что я принимаю Вашу веру Если я пойду Например Поговорю с протестантом Это что значит Я протестантом стал Что? За что На патриархе Приезжать За что? За что? Он что Ереси какой-то учил? Он что Сказал Что Христос Не воскрес? Полный полно Протестантских проповедников Например Там англикан Говорят Было бы хорошо Если бы Христос Воскрес К сожалению Воскрес Это благая Надежда человечества Это такая сказка Красивая сказка человечества У нас кто-нибудь Рот раскрыл Такое сказать Никто Что ты хочешь? Ну ладно Есть всякие там Из нас Из нашего брата Вот такие Сетки И пятые И пятнадцатые Но патриарх Это что хочет Уж он-то Чем тебе не угодит Что он? Сидит на диване Как бы наждевский рожки И смотрит Телевизор У него нет Ни одной минуты Свободы Молодые люди Которые возле него Прислуживают Они как мухи падают От усталости Он пашет Троговещий Ему страшно Подходить На самом деле Потому что у него Темп жизни такой Что ты не выдержишь Чем он вам не угодил? Алексей Первый Не угодил Алексей Второй Не угодил А кто угодил Кому? Извините Сергий Страгорский Писал декларацию Алексей Семанский Значит Он что-то там Сталина отбивал Там Пимин Там еще Там Алексей Второй С евреями Встречался В Нью-Йорке Тоже там на него Нас сыпят Дескать Слушайте А кто нашему народу Угодить может? Кто? Трудное Это дело Я вам скажу Угодить нашему человеку Трудное А может быть Не надо Так уж Совсем Расшаркиваться Перед Перед человеком Ты многое Многое не знаешь По городской любви У него есть Свои задачи Он их выполняет Потому что Ты жив сегодня Это Немало Благодаря тому Что они делают Свою работу Делают А поскольку Вопрос связался С первым вопросом У нас впервые Обе головы Двуглавого орла Полноценные семьи Обе клеваться У нас были такие цари Чахнули Патриархи Ими командовали Были такие патриархи Бессильные Это были Синод Святейший Правительствующий Который был Подпитой У гражданского Оперпрокурора Если нас ждут Самого Александр Первый Назначал У кого-то Назначал Оперпрокурором Священного Синода Я забыл Памилью этого Настойного Человеком Будешь командовать Церковь Вашим личным Я же не верующий Ты что будешь Управлять Церковь Какая разница Верующий Представляете Это 19 век У нас такой был Хорошо было Если бы было хорошо Не было бы революции У нас то одна голова Другую клевала Ну одна голова Другую клевала Вот впервые У нас есть обе головы Российский Герб себе Отравлен Сегодня Что не нравится Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...